Девушки отдыхают 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 То есть, в принципе, все просто. Я люблю компьютерные игры довольно-таки давно. Играю в них, уделяю какое-то время. То есть, думаю, как многие, собственно, геймеры, те, кто нас смотрят, те, кто тоже в них играет. И поэтому уже накопилось за определенное время какие-то навыки, какое-то знание определенное. И есть желание чего-то рассказать, чего-то показать. И, возможно, это кому-то будет интересно. Ну, а чтобы понять, интересно это или нет, естественно, можно делать определенные обзоры, стримы и так далее. И понять вообще, то есть, ну, стоит ли этим заниматься или нет. И интересно ли это кому-то. Вот, собственно, так все началось. Просто желание, скажем так, может быть, высказаться в чем-то, показать свое мнение и сделать какие-то свои обзоры. Вот, собственно, и все. То есть, это получается так вот, игровые истории, геймстори. То есть, тебе хотелось поделиться именно опытом. То есть, геймстори подразумевает какие-то игровые истории именно с точки зрения опыта. Окей. Да, конечно. Ну, New World, то есть, как ты нашел? И вообще, то есть, как у тебя произошло первое знакомство с этой игрой? Ты знаешь, я за New World следил довольно-таки давно. И поначалу, как только все, как бы, ну, она возникла где-то в медийных, да, ресурсах, она мне не очень-то зашла, не очень нравилась. То есть, я вообще изначально наблюдал за другой игрой. Это Brackway от Amazon. И в 2016 году на TwitchCon они показали, представили три своих игры одновременно. Ну, как бы, в один день это было. Это Brackway, Crucible и New World. Вот. Я наблюдал, собственно, совершенно за другой игрой. Это Brawler, там, ну, моба-игра с примесью, там, других механик, Rocket League и все такое. И тут, на тебе, значит, New World в жанре more RPG. Я был удивлен, потому как я, ну, в more RPG жанре у меня тоже довольно-таки много опыта. Я, там, с 2003-2004 года играю в Lineage. Никак не ждал от Amazon чего-то вот в таком вот плане. Ну, тем не менее, оно появилось. Но тогда это была песочница с survival элементами, с элементами выживача. То есть, захват Clim'а, там, вот это вот, все такое. Честно признаться, ну, заинтересовало, но не так, чтобы сильно зацепило внимание. Но я наблюдал. И это было в 2016 году, то есть, на данный момент, 4 года назад. Я наблюдал, что они из этого делают. Было интересно вообще, как они, ну, создают вот эту свою версию, свое видение more RPG. То есть, помимо того, что я играю в игры, я уже в силу, как бы, того, что и возраст, наверное, и интересы немного поменялись, я немножечко и участвую в тестировании и в создании некоторых игр. Поэтому, наверное, это и побудило интерес наблюдать за этим проектом. И в итоге, вот, на данный момент, в 2020 году, кажется, в начале, они поменяли концепцию. И поменяли концепцию в ту сторону, которую, ну, мне ближе нравится, больше нравится, скажем так. То есть, в сторону классической more RPG с историей, с лором, квестами и так далее. Вот, как-то так с этого все-то и началось. Ну, давай попробуем все-таки тогда расставить точки над «и», потому что я слышал разное мнение по этому поводу. New World — это MMORPG или нет? У меня в комментариях прям война постоянно идет. Там, это сэндбокс ММО, это сурвайвл. В общем-то, что ты скажешь по этому поводу? Проблема в том, что довольно-таки много разных ресурсов и много роликов и обзоров, которые противоречат друг другу. Люди постоянно, ну, понятное дело, смотрят, наверное, много различных роликов, обзоров по этой игре. И в зависимости от того, когда был снят этот ролик, такая информация в нем и подается. То есть, если вы посмотрели ролик двухгодичной давности, то там вам скажут, что New World — это сэндбокс Сувайвл. А если вы посмотрите более-менее свежий, то там это будет уже MMORPG. И правильно это называть именно MMORPG игрой, потому что от Сувайвла там осталось крайне мало механик. Скорее, какие-то уже архаизмы, то есть, типа, съесть еду для того, чтобы повысить реген и так далее. То есть, ты не умрешь без еды совершенно. То есть, это уже не Сувайвл совсем. То есть, какие-то механики остались, но нельзя называть из-за этого Сувайвл. И от Песочницы тоже что-то осталось, но совсем чуть-чуть. Поэтому это все-таки MMORPG, но немножечко не в привычном, ну, не в таком смысле, который мы ее понимаем. То есть, если при слове MMORPG мы сразу представляем себе какой-нибудь World of Warcraft, то нет, это не WoW тоже. То есть, это немножечко и не Сувайвл, но еще и не WoW, как-то так. Ну вот, мы подошли тоже к этому довольно интересному вопросу. Кому, на твой взгляд, подойдет или, можем сказать, закатит эта игра? То есть, это хардкорщики, любители ПВЕ, ПВП-шерам. Может быть, топ-таги будут себя чувствовать там замечательно? Да, кому зайдет, это действительно интересно. Потому что, наверное, именно этим вопросом задаются и сами Амазон, когда как-то видоизменяют свой проект. Потому что они явно искали аудиторию удачную для своего продукта. Именно из-за этого и меняли концепцию, я так думаю. Потому что именно сэндбок-песочница с выживачом, ну, наверное, это не самое удачное будет их решение. Поэтому они сделали MoRPG с какими-то интересными элементами, классическими и с новыми элементами, которых раньше не было. И поэтому, ну, для кого же они это делают, собственно? На самом-то деле сейчас, вот в том виде, в котором есть игра, в том билде, в котором она есть, в котором мы играли на Альфе, в принципе, все любители MoRPG-жанра, которые любят, ну, скажем так, больше классическую версию MoRPG, ну, не какой-то вот этот вот survival, где ты при смерти все теряешь и теряется весь прогресс, там, ты начинаешь все заново, а-ля какой-нибудь Last Oasis, там, нет. То есть, если вы любитель Last Oasis или же чего-то подобного, то, наверное, не зайдет. А вот если вы любитель все-таки какой-нибудь Lineage 2, там, тот же TSO, то, наверное, вам эта игра будет по душе. Единственное, что они сейчас допиливают именно квестовую составляющую, и, ну, скажем так, вам может показаться мало квестов, истории и лора, если вот именно за этим вы пришли. А в целом, это все-таки для любителей классической MoRPG-игры. Ну, здесь, наверное, правильным будет упомянуть все-таки про сеттинг, поскольку сеттинг в этой игре тоже не классический. Это не классическая фэнтезиатина, к которой мы привыкли, в общем-то, в MMORPG. Да, однозначно. Это, наверное, одна из важных, скажем так, фишек игры, которая цепляет. Потому что, опять-таки, MoRPG в нашем понимании, особенно последнее время, когда заполонил азиатский контент этот рынок, то при слове MoRPG ты постоянно представляешь, наверное, себе какую-нибудь тяночку с пятым размером в бронелипчике, которая там с огромным мечом наперевес, не знаю, бьет драконов каких-нибудь, ну, условно, да, то есть что-то такое эпическое, героическое там и так далее. При этом выписывая пируэты там, делая различные комбо и так далее с эпилептическими спецэффектами на экране у тебя. Ну, что-то такое. Не знаю, может, это у меня только такое немного больное представление. Может быть, не только у меня. Но суть в том, что здесь в New World совершенно не так, и слава богу. Потому что от этого, на самом деле, я устал, и устали многие, с кем я общался. То есть никого это, на самом деле, сильно не цепляет, вот это вот все, что я перечислил ранее. Здесь сеттинг другой, он более серьезный, более, скажем так, наверное, взрослый. Ну, реалистичный, я бы сказал. То есть именно в реализм они больше ударились. Да. Если это слово тут употребимое, когда мы говорим про MMORPG, тут все-таки более реально как-то все. Ну да, вроде бы как фэнтези говорить о реализме вроде как, да, не подходит. Но да, ты прав. То есть здесь именно в такую сторону они ушли. И, ну, это видно по наполнению мира, по многим моментам в игре видно. Вы здесь не найдете каких-то фантастических, не поймет куда взявшихся мобов. Все монстры, например, они реальны. Ты понимаешь, что перед тобой за монстры примерно. То есть вы не найдете здесь летающих каких-то, не знаю, попок зайчиков и все такое, которое не пойми, на что похоже. Мы недавно общались на одном из моих подкастов с Гарро по поводу New World. Подкаст был посвящен совершенно не этому, но просто тема всплыла. И он как, ну, не знаю, то есть поборник, скажем так, Black Desert и ярый поклонник этой игры в принципе сказал, что многие игроки, которые на данном этапе играют в BDO, присматриваются, конечно же, к New World. И вот их отталкивает, конкретно отталкивает боевка. Потому что после того же самого Black Desert, она им кажется довольно-таки примитивной. Что ты скажешь? И вообще, расскажи немножко о боевке в этой игре, имеется в виду New World. Значит, если сравнивать New World и BDO, а именно боевку, потому как, ну да, это тот момент, который очень сильно отличается в этих играх, то если вам нравится боевка в BDO, именно динамичная, слэшерная такая, тут она не то, что, понимаете, типа, там плохая, а здесь хорошая. Нет, она разная. Она разного типа, разного стиля. Здесь в New World это более тактическая, более медленная боевка, обдуманная, ну, обдуманная должно быть использование скиллов, выпадов, перекатов. Это тайминги, учитывание таймингов, менеджмент стамины, маны и понимание того, как, где, когда нужно сделать перекаты. Сами разработчики говорили, что неважно, как вы делаете перекаты, типа, и сколько, какое количество вы их делаете, а важно, когда, в какой момент. Удачно вы его используете или нет. Ну, а перекаты — это стамины, естественно. Поэтому здесь про это в New World я имею в виду. В BDO совершенно другое. То есть все знают и, ну, все видели и представляют, как выглядит боевка в BDO. Она динамичная и она именно слэшерная. То есть ты не задумываешься о многих вещах. Это просто выпиливание по 5, 10, 50 мобов за один удар, выпиливание спотов. Это, конечно, выглядит эффектно. Ну, наверное, как-то это может быть круто для кого-то кажется. Но лично мне это не цепляет. То есть потому что каждый удар в New World ты пытаешься контролировать, и ты понимаешь, ну, как бы правильно ты сделал или неправильно. В BDO ты этого не чувствуешь. Ты просто жмешь на клавиши, делаешь какие-то комбо, но ты не чувствуешь героя, не чувствуешь ударов. Это на мой взгляд. Поэтому я не могу сказать, что BDO хуже из-за этого. Но они разные просто. Да, они просто разные. Их тяжело сравнивать на самом деле. Если кто-то пытается их сравнить, это, ну, это некорректно, мне кажется. Я в свою очередь хочу добавить, ну, во-первых, там у нас нон-таргет тоже, в принципе, как в BDO, и, ну, более-менее честный нон-таргет. И добавляет челленджи, вот именно челленджи во все вот это, в боевку. То есть вы, когда приходите на спот, вы реально деретесь с мобами. Они вас могут удивить. То есть я имею в виду вот эти вот мобы, которые просто стоят. И у вас вряд ли получится, как в том же самом BDO, взять, собрать паровоз и, в общем-то, аннигилировать всех разом. То есть такой вариант, он присутствует, конечно же, но на начальных этапах игры вряд ли вам это светит. И вот в этом как раз-таки есть челлендж. То есть драться, фармить даже, можно так сказать, интересно. Да, это однозначно. Окей. Ну, нет, добавь, добавь, если есть что по этому поводу. Да, в принципе, все правильно. Я к тому, что действительно, сражение с мобами здесь челлендж. Один, два, три моба максимум, это уже тяжело. И именно из-за этого это интересно. Да, все верно. Предлагаю поговорить про плюсы и минусы проекта. То есть New World. Начнем, наверное, с плюсов. Что такого хорошего есть в New World, чтобы ты мог прям вот выделить? Значит, о плюсах, если честно, мне уже не то чтобы тяжело говорить. Я уже столько много об этом сказал о хорошем игре. Но ничего, я не поленюсь как бы повториться. Во-первых, после стресс-теста и после того, как много времени уже довольно отыграли на Альфе, я после New World возвращался к другим RPG-играм. То есть это были и TSO, и BDO, и Lineage специально. Для того, чтобы на контрасте понять, то есть что, чем и как это отличается вообще от всего остального в New World, я имею в виду. И первое, что бросается, это боевка. После боевки в New World все остальные ему RPG-проекты мне казались настолько скучными. Ну просто, просто небо и земля. То есть опять к боевке, к сожалению, вернулись. Но это так, действительно, честный нон-таргет, очень маленькие хитбоксы, по целям надо действительно попадать. Причем важно, куда ты попадаешь. В голову, в корпус или в ноги от этого мобы по-разному реагируют на тебя. Они могут отпрыгнуть, увернуться, они могут упасть на спину, потому что ты попал в голову и как бы какой-то оверхит нанес. То есть это интересно. И после этого даже ТСО, которого вроде бы тоже нон-таргет, но он там прилипает, он там нечестный, на мой взгляд, нон-таргет, уже куда скучнее кажется, чем в New World. Это первое. То есть боевка, да, вне конкуренции, она крутая. Я считаю, ее нужно вот оставлять такой, какой она есть, или развивать, но в этом же направлении. То есть в сторону хардкора именно боевки. Это реально крутая тема. Такого мы не видели. Это интересный момент. Следующее, что это атмосфера и сеттинг, однозначно. То есть морпг проектов, таких вот серьезных по атмосфере, кто-то даже говорит мрачных, кто-то даже говорит какая-то она типа тяжелая и... Но это не дарк фэнтези? Это не дарк фэнтези, нет, однозначно, нет. Но, тем не менее, вот есть у нее какие-то, знаешь, такие нотки, что ли, непривычные. Особенно, когда ты заходишь на вот эти вот споты с караптедами, где эти разломы. Там атмосфера очень мрачная и пусть, да, пусть это не дарк фэнтези, но близко к тому. Вот какое-то направление такое есть немножечко. Вот. Но в любом случае, это по-любому не азиатский продукт с вот этими вот няшными пэтами, бабочками, феями, девочками, школьницами в менюках и так далее. То есть вот этого всего, слава богу, у New World нет и, я надеюсь, не будет. Ну, в общем, второй пункт это у нас то, что принято сейчас называть атмосферностью. Вот одним таким просто емким словом. Воспринимайте это как хотите. То есть просто атмосферная игра, она цепляет, это правда. Да, вот. Об этом сложно говорить, потому что атмосфера, ну, такое неуловимое нечто, что, ну, очень много составляющих в ней. Это и музыка, это и графика. Вот, кстати, графика третий пункт, о чем много говорят и ругали меня за то, что я называю графику у него отличной, а на самом-то деле смотрят ролики и говорят, там полная фигня, а не графика. На самом деле это не так. Там стильная, хорошая графика. Да, это, возможно, не какой-то next-gen. Невозможно так и есть, это не next-gen. Это просто хорошая стильная графика времен, ну, примерно, ой, ну, чтобы не завраться, не знаю, может быть, какого-нибудь 2012-го, 2014-го года, скажем так. Но это не next-gen. Хотя я не знаю, я опять-таки сравнивал с TSO, с GV2. Я не могу сказать, что в этих играх она какая-то более крутая. Вот все говорят, что в BDO там крутая графика. Ну, опять-таки. Ну, крутая графика. Хорошо, крутая, но вопрос еще стиля, понимаешь? Можно навешать крутую графику, плохо ее скомбинировать между собой элементы графики, оно будет выглядеть ужасно все равно. Здесь они пусть взяли не топовую графику, но зато они сделали это все дело стильно. Это видно атмосферно, стильно, хорошо. Это третий момент по графике. Чтобы еще такого вспомнить, мне нравится, из того, что было, опять-таки, на Альфе, мне нравятся PvE, PvP активности. Их немного, но те, которые есть, они действительно интересны. То есть война, вот этот вармод, который все видели, может быть, тоже он кому-то внешне, ну, со стороны не понравился, но я участвовал в войне, и этих 30 минут, это реально 30 минут драйва. Это интересно, это 50 на 50, это, ну, короче, меня это все вернуло во времена Lineage 2, C4, Interlude, когда мы вот собирались, и КП на КП, или Клан на Клан, пусть там это было больше людей однозначно, но все равно, вот эта атмосфера как-то перенеслась вот сюда. Не знаю как, возможно, потому что много людей опять собралось вместе. Ну, в общем, это здорово, и это работает. Я надеюсь, они тоже это все оставят. Ну, по плюсам, то, что вспомнил, вроде бы как все. То есть, в целом, играть интересно, и, ну, оно того стоит, стоит попробовать. Ну, давай к веселому, давай к минусам. Правда, есть тут нюансик, я уже говорил, в общем-то, бессмысленно какие-то минусы сейчас перечислять, потому что основная масса этих минусов, она завязана на какие-то баги, какие-то неправильно работающие игровые механики, то есть, по сути, то, что уже правится. Единственный, наверное, минус, который я бы подчеркнул конкретно для себя, это отсутствие маунтов. Для меня это минус. Что ты думаешь по минусам? Значит, ну, есть мнение, что игра в альфа-версии выглядит куда лучше, чем некоторые в релизе. О, да. Я это мнение транслировал. Ну, я подтверждаю, это правда. Я полностью с этим согласен. То есть, как я говорил, я участвую в других проектах, в альфе, в пре-альфе, и действительно, то, что они сейчас называют альфой, смело можно назвать бетой, и они бы не ошиблись. То есть, это сто процентов. Но это не исключает того, что в игре есть некоторые баги и проблемы с клиентом. Это тоже очевидно, однозначно. Но, опять-таки, это понятно. Игра в разработке все-таки, это надо понимать. И главное тут, как бы, при... Когда мы говорим о минусах, не скатиться к тому, вот, что тебе хочется от игры, а его там нет. Приписать это к минусам, это было бы неправильно. То есть, вот, как ты сказал, нет маунтов в игре. Но это, извините, это не то, что мне хочется. Это то, что должно быть в любой уважающей себя MMORPG. Я так считаю. Я, во всяком случае, не видел MMORPG без маунтов. Можно повспоминать. Ну, хорошо. Соглашусь, наверное, что, наверное, сложно вспомнить MMORPG, где не было бы маунтов. Это банально удобно. Ну, наверное, слушай. Тут можно поспорить. Я не могу сказать, что я до конца согласен. Просто тут... Маунт — это ускорение определенное, вот, перемещение, и все. А если все бегают в равных условиях, с одинаковым мувспидом, то, ну, хоть ты на маунте, хоть без маунта, ну, не знаю. Ну, представь, что ты не на своих двоих бежишь, а... Что, не бежишь? Некрасивое слово. Не на своих двоих двигаешься, а на маунте уже, скажем так. И, как бы, будет тот же эффект. Ну, короче, я же говорю, это... Нет, ну, просто в игре у всех есть возможность передвигаться как пешком, так и на маунте. И у всех есть возможность заиметь этого самого маунта по достижении, допустим, какого-нибудь определенного уровня. При прохождении какого-то квеста. Ну, в общем, все в равных условиях. Я понял, да. То есть это как определенная фишка, к которой хочется стремиться. То есть получить себе маунта для ускорения, там, перемещения. Ну, да, и забыть про вот эти вот посохи. То есть просто приходится с собой посох таскать, вот этот посох света, чтобы быстрее перемещаться, там, зачастую. А зачем? Ну, мы все равно... Заметь, все равно, получается, мы хотим ускорить процесс. Потому что бежать от одного места до другого зачастую довольно долго. Спорить не буду, да. Да, тут ты прав. И посох света, тут даже небольшой лайфхак для тех, кто не в курсе. То есть это мастхев, именно потому что он ускоряет перемещение. Действительно, это аналог маунта сейчас в New World. Это вот этот light, stuff of light. Ну, тем не менее, это от меня минус, а от тебя что? То есть какие какие-то вещи? Сразу скажу, по маунтам я не соглашусь. Пусть так это и останется. То есть ты за, я скажу, буду против. То есть я просто это не приписываю к минусам, вот скажем так. Вот и все. По минусам я бы хотел, знаешь, к чему склониться? То есть то, что есть в игре, но оно некорректно работает. То есть можно долго перечислять, что мы хотим видеть в игре. Например, хочу боевку как в BDO, перенести в New World. Но это тоже, знаешь, такое. То есть мне, например, нравится соус-лайк, такая вот боевка здесь, и я не хочу ее менять. А вот то, что в игре есть, это, например, но некорректно работает, как я и сказал. Это, например, вторжение инвейжное. Очень интересная PvE-механика, например, подобие Hero Defense или Tower Defense, как хотите называйте. То есть такая игра в игре, скажем так, крутая командная работа, командная игра с расставлением пушек, с таймингами, там, включение бафа. То есть очень интересная идея, но она довольно-таки плохая в реализации получается пока что. То есть бывает мобы банально где-то застрьют, и их нельзя добить из-за того, что они становятся неудязвимыми, когда застрьют. И следующая волна из-за этого не спавнится. Такое бывает. И в итоге ты автоматически выигрываешь эту битву, что не сильно интересно. То наоборот, каким-то образом они оказываются сильнее, чем обычно, и сносят тебя там за 10 минут. То есть видно, что эта механика почему-то, она есть, но работает некорректно. Да, можно сказать, это сейчас вот на уровне багов, и они это исправят. Но хорошо, пусть исправят. Но пока вот это тот минус, очевидный для меня. Я хочу, чтобы это работало адекватно, но оно пока не работает, к сожалению. И еще очевидный самый такой вот момент, о котором говорят даже сами разработчики, это в последних своих твитах, сообщениях, это контент. То есть они сейчас активно продвигают мысль, что мы для вас создаем мид и эндгейм контент. То есть они хотят добавить нам контента именно какого-то в плане квестов, в плане лоров, в плане исследования. И да, это минус, я с этим соглашусь. Если на начальной стадии игры еще более-менее как-то есть квесты, есть какое-то направление, там, вектор твоей прогрессии, да, кто-то какие-то неписи тебе подсказывает, что тебе сделать, какой там квест взять. То к середине, там, 35-й левел и выше уже все довольно-таки смазано и, ну, как-то становится редковато здесь. То есть уже меньше квестов и некоторые начинают прокрастинировать и, ну, не знаю, чем себя занять. Если вот впервые сталкиваются с него, вот, не понимают, чем им заняться вообще. И они этот пробел пытаются сейчас, я так понимаю. Ну, не сейчас, наверное, это будет после плей-теста, то есть, наверное, работа у них возобновится, там, в сентябре в этом направлении. Они будут это все вот восполнять. Это второе. И третье, раз уж о минусах говорим, что вспомнил, это касательно расы караптедов, вот этих вот искаженных. Четвертая сторона, четвертая раса, которая должна контролировать какие-то процессы, которые происходят в игре. Ну, а какие процессы? По сути, эндгейм-контент — это владение территориями. То есть есть компании, ну, гильдии, которые захватывают какие-то земли, и они контролируют форт и территории вокруг форта. Ты развиваешься, и, естественно, ты можешь, в принципе, доминировать на карте. Это твоя компания, твоя фракция, а ты входишь во фракцию, может захватить, в принципе, весь этерном. А такого, в принципе, случиться не должно, потому как все остальные потеряют интерес играть. Я думаю, все со мной согласятся. То есть если кто-то доминирует на карте, у всех остальных, в принципе, мало уже мотивации что-то делать. Ну вот это, кстати, просто я тебя чуть-чуть перебью, извини, это как раз-таки там у меня тоже вопрос такой будет, но раз мы коснулись конкретно про фракционное противостояние в New World, то есть вот насколько велика вероятность того, что какая-то одна фракция будет тотально доминировать на карте, потому что, ну, будем честны, я такое видел. А я честно отвечу, такое может быть, вот в чем дело, это тоже минус, это тоже минус однозначно, да. Такое может быть, почему? Потому как очень сильно влияет то, сколько людей одновременно и долго находится в игре. Ну, скажем так, если у тебя компания из 300 человек, и они топят 24 на 7 на протяжении месяца, грубо говоря, то все остальные, которые будут заходить меньше времени и меньше дней, им нечего будет противопоставить тебе. Ты будешь выполнять активнее квесты, ты будешь доминировать, и если они не соберут такую же компанию, тоже в 300 человек, и не будут так же активно топить, то тебе никто не помешает доминировать на карте. Такого случаться не должно. А компания разве не 50 человек сейчас максимум? Я условно говорю, то есть мы можем под, да, 50 человек, но мы можем там под одним тегом собрать 5, 6, 7 компаний за одну фракцию. Да, так никто же не запрещает, допустим, те же самые альянсы. Конечно, конечно, да. Слушай, раз мы заговорили про фракции, у меня тоже всплывал вопрос на одном из моих ответов на выпуске ответов на вопросы, как раз-таки конкретно про фракции. Их три, сразу скажу, просто чтобы общую информацию дать, но на мой взгляд они сейчас существуют исключительно только для того, чтобы добавить в мир игры конфликт, то есть чтобы он возник. И это, конечно же, правильно, но хотелось бы, чтобы между ними было больше отличий, что ли. Что слышно по этому поводу? Да, тоже хороший вопрос, и возможно, это тоже можно было бы к минусам отнести. Значит, действительно, у нас есть три фракции. Мародеры, Кавенанты, Синдикаты. У них довольно-таки интересная история у каждого. То есть лор, бэкграунд, какой-никакой, но он прописан, он есть. Геймплейна, к сожалению, различия нет. То есть были предпосылки к тому, что каждому фракционному неписю прикрепить магазин, в котором было бы какое-то уникальное оружие или уникальная броня, ассеты. Но от этого потихоньку избавились. Ну, видимо, потому что это было сложно балансить на том этапе. То есть, опять-таки, различия нужно балансить будет в конечном счете. В итоге они все сделали одинаково у всех. И, кстати, один из вопросов. Я вот хочу играть за Чумного Доктора. Это что мне придется за Синдикат? Нет, не придется. Абсолютно любая фракция может одеть любой сет. Хоть мародера с черепком вот этим вот вместо маски. Или же Чумного Доктора. То есть вы можете собрать себе такой сет, независимо от того, за какую фракцию играете. То есть геймплейных различий нет. Просто условное распределение на три стороны, чтобы создать конфликт на карте, чтобы создать противостояние. И все. И да, это тоже то, чего бы мне хотелось. Вот серьезно. Плевать на тех маунтов, еще раз скажу. Пусть лучше будет действительно интересная какая-то история. Глубокая фракционка, в которую можно погрузиться. Вот знаешь, вспоминается сразу, ну первое почему-то, там и других примеров куча, но есть Neverwinter Online. Там в принципе, ну фракционок нет, но там есть выбор направления. То есть то ли ты археолог, то ли ты там историк. И в зависимости от этого у тебя на карте во время исследования мира доступны разные сундучки, разные рунки ты можешь там вскрывать. Если ты там историк, ты можешь свитки древние читать, например. А археолог не может. Зато археолог может добывать какие-то из древних руин, какие-то интересные там остатки, да, останки там чего-либо. Вот здесь хотя бы вот на таком уровне просится вот такого, чтобы каждая из фракций имела возможность что-то свое уникальное извлекать из исследования мира. Это как минимум то, что, наверное, обязаны добавить. А там уже, да, возможно, перевесы какие-то в сетах, в оружии, в скиллах. Ну, я не знаю, но хотя бы вот так. Да, и мы косвенно вот как раз-таки коснулись следующего вопроса. То есть в игре нет как таковых классов в привычном понимании этого слова, но номинально они все же присутствуют. И я думаю, вот этот вопрос, он как раз-таки из такой, знаешь, категории общих, прям вот про это точно спросят. Какие классы ты бы выделил, классы в кавычках на данном этапе, какие из них, что называется, гнут, и что вообще в Нью-Ворде с балансом? Все хотят играть за нагибаторов, я прекрасно понимаю. Особенно, когда у тебя вот впереди только 7 дней, надо успеть нагнуть, естественно. Поэтому, что бы я выделил? Ну, у нас есть 7 классов на данный момент. Каждый из них уникален, на самом деле, и интересно играется каждый. Вот. Но как такового вот один класс выделить нельзя. То есть сказать, что бери в руки щит и меч, и ты будешь нагибатором, нет. Такого не получится. То есть в том-то и дело, что не зря каждому персонажу дали 3 горячих слота для быстрой смены оружия. То есть тот, кто будет правильно комбинировать 3 вида оружия, тот и будет нагибатором, скажем так. То есть если ты сумеешь обуздать меч, лук и, допустим, магический посох, и будешь грамотно комбинировать это все, вовремя переключать, ну, отлично. Значит, у тебя все хорошо. Значит, ты с большим шансом сможешь выиграть в какой-то стычке. В скобочках не делается только. Да. Бредные советы. Вот. Не стушите нас. Значит, опять-таки, то есть мы к чему приходим? К менеджменту. К правильному менеджменту. Стамины, маны и видов оружия на одном персонаже. Вот, собственно, как-то так получается. Ну, то есть баланс. Хотелось бы еще вот немножко побольше про баланс поговорить. По балансу. Потому что были все-таки такие моменты, вот на предыдущем альфа-тесте, когда, допустим, тот же самый маг, вот он прям нормально так раздавал. Потом, в общем, как бы мне-то немножко поменялось, и это стал уже лучник. То есть она все-таки как-то меняется, и есть классы, которые, в принципе, будут мощнее. Да, однозначно. То есть в зависимости от патча, который они выкатывали на альфу, менялась мета. То есть когда-то было так, что бегали все с молотами. Двуручные молоты, вот эти такие здоровые молотки. Все бегали с ними, потому что они реально, ну, разрывали всех. Потом появились маги огненные. Не маги, а огненный посох появился. И да, у него действительно был бешеный просто ДПС. Он мало потреблял маны. Короче, вносил огромное количество урона. Но, скажем так, что я могу сейчас сказать по поводу, допустим, плейтеста. Мы не знаем, что будет на плейтесте, какая будет сборка и мета. Но, если опираться на то, что мы уже видели, последний билд, то, опять-таки, щит-меч, магический посох, лайтстаф, по ситуации фаерстаф и лук. Это те вещи, которые были актуальны и которые чаще всего использовались. Имеется в виду и в ПВЕ, и в ПВП. То есть, ну, такая вот ситуация получилась. Я не видел, например, ружья, чтобы кто-то часто использовал. Или топора, например. То есть, есть топорик, он такой интересный, в принципе, по геймплею. Хотя он выглядит имбово, ну, на самом деле имбово. Имбово. Он имбово... Вот в ПВЕ он реально интересно имбово играется. Там вот есть несколько секунд и неуязвимости, казалось бы. Это же просто щит какой-то. Это фактически бессмертие. То есть, ну, если ты правильно все делаешь, то это фактически бессмертие. Да, там бессмертие в том случае, если ты подряд убиваешь несколько врагов. Да, то есть тебе приходится постоянно как бы двигаться. Там добавляется баф на скорость. И тебе надо постоянно убивать, чтобы продлить свое вот это вот бессмертие. Это очень интересная механика. Крутая штука в ПВЕ, опять-таки, когда ты видишь количество мобов и четко понимаешь, можешь хотя бы прогнозировать, да, сколько мобов и что ты их будешь постоянно, ну, как бы убивать через какое-то количество времени. Это да, однозначно. Но если ПВП, если речь о нагибе именно в ПВП, то тут сложно. Во-первых, тебе не дадут, скорее всего, зацепиться быстро за кого-то, за следующую цель. А во-вторых, тебе могут банально чем-то вот это вот все дело сбить. Вот и все. То есть с мобами это все гораздо лучше прокатывает, чем в ПВП с живыми игроками. Поэтому, как правило, в ПВП этот топорик, он сразу же тухнет. Как это все будет коррелировать с очками характеристик персонажа? Я просто напомню, что они также присутствуют, их несколько. И для того, чтобы более-менее нормально, а лучше даже полноценно пользоваться тем или иным видом оружия, они должны соответствовать, в общем-то, должны быть выкачаны соответствующие очки характеристик персонажа. Что ты можешь сказать по этому поводу? Или это не играет такой прям существенной роли? Да нет, конечно же играет. То есть нужно понимать, у каждого оружия есть доминирующая характеристика, от которой скалируется атака. То есть, что значит доминирующая? Есть, например, оружие-меч, у которого зависимость от силы и ловкости. Причем на первом месте идет сила, на втором ловкость. Это означает, что каждое очко силы будет давать тебе условно плюс 10 к урону, а каждое очко ловкости будет давать примерно 3 очка к урону. Тем не менее, если ты все вкинешь в силу и все в ловкость, то ты выйдешь типа в топ ДПС, получается. Но зато просядешь по ХП. Это нужно понимать, то есть на это нужно обращать внимание. Каждый вид оружия ты можешь открыть и посмотреть, от чего он зависит в первую очередь. Есть оружие, которое зависит только от силы. Например, это двуручный молот. Все, у него других характеристик нет. То есть он только от силы и все. С этим проще. Ну и остальное оружие. Также, например, магические палки только от интеллекта. Ну и так далее. То есть это важно. Нужно понимать, какое из трех, если ты три оружия носишь, какое из трех у тебя доминирующее. То есть если ты все-таки в первую очередь лучник, а уже как вспомогательная эта магическая палка и, допустим, меч на добивание, но в первую очередь ты лучник, то значит, наверное, логичнее всего тебе вкинуть большое количество очков в агилити, в ловкость. Ну или в декстерити, как там оно называется, уже забываю. Ну да, кстати, начинает выветриваться из памяти. Да. Поэтому, конечно, обращать нужно внимание и понимать, что у тебя доминирующее. Но это не значит, что ты в таком билде будешь постоянно. В любой момент времени ты можешь изменить подход, перестроиться, допустим, в тот же Мушкет, например, и перераспределить очки. То есть ты платишь за это определенную валюту, за сброс очков, и заново их можешь распределять. То есть максимальная гибкость здесь получается. Я к чему-то, собственно, это все веду. К тому, чтобы вы не думали, что у вас получится собрать прям из трех орудий какого-то там супер-убер-нагибательного чувака. Нет, это будет вряд ли. То есть вам все-таки необходимо, как говорит Руслан, определиться с основным вектором развития. Все остальное будет уже просто как бы вторично. Да, да. Слушай, проскакивала информация, что на прошедшем не так давно стресс-тесте вместимость серверов составляла 5000 человек. А некоторые говорили и про 7000, я такую информацию слышал. Насколько, на твой взгляд, все это соответствует действительности, и чего нам вообще стоит ожидать от Amazon в этом плане? Я слышал про какую-то их новую технологию, которая основана на облачных сервисах. Что ты слышал и знаешь по этому поводу? Ну, значит так. Давайте сначала об официальной информации, об официальных цифрах, которые мы видели и наблюдали на стресс-тесте. Был момент, когда они открывали дополнительный сервер. Было, кажется, 12 серверов, а они открывали еще один тринадцатый. Тестовый, временный, на который запустили 3000 человек. Они установили лимит, и, по-моему, его там превысили. Для того, чтобы отработать механики эндгейм-контента. То есть там сразу 35-й левел у тебя был, весь шмот, характеристики раскинуты, ну и так далее. То есть, как минимум, барьер в 3000 человек был преодолен. Это раз, это то, что нужно понимать по официальным цифрам. Если говорить о неофициальных, то я общаюсь с ребятами-альфа-тестерами нашими в ру-сегменте, также из зарубежного региона тоже с немцами, французами. Там были цифры, ну, как-то тоже неофициально не высчитывали какими-то программами, что там доходило до 5000 человек на сервер. Я не могу это подтвердить или опровергнуть. То есть это просто из общения с людьми, которые там, ну, как-то вот этим всем занимались и высчитывали. Поэтому 3000 официально превысили лимит, это было видно. Ну, а все остальное, ну, я же говорю вам, потому что я знаю 5000. 7000 даже не слышал, не видел, если честно, ни от кого. Ну, где-то проскакивала такая информация, но, в общем-то, это все равно из разряда слухов, так что все равно. А вот как у них будет это организовано? Что за новая технология у них там, то есть вот именно на облачных сервисах, которые... Ну, насколько я знаю, один из геймдизайнеров давал интервью, причем довольно-таки давно, это было еще года три назад, тоже на очередном Твичконе, что они специально под New World разрабатывают софт, отдельный софт, который, ну, как это там называется, я, честно говоря, не помню, основан на облачных технологиях, вычислениях, который будет скалировать размер карты, вместимость, плотность мобов на карте, который, ну, будет, скажем так, в реальном времени реагировать на количество игроков. Причем это будет не глобально по всей карте, а в определенном квадрате. То есть есть какие-то базовые, ну, ячейки, скажем так, квадраты, да, на карте. Она все-таки разделена, ну, какая-то сетка присутствует, хоть мир и бесшовный, но логическая сетка есть. Вот. Вот. И если в этом споте будет перенаселение, скажем так, живых игроков, то сразу же будет эта система реагировать и добавлять тебе мобов, и их быстрее спавнить. И это касается только мобов. То есть касаемо ресурсов, например, нет, такого не будет. Или же наоборот, ресурсы тоже будут подниматься. То есть у них, она, система вот эта вот гибкая, ну, как он объяснял, что если мы захотим, мы подкрутим спавн мобов, если захотим, то подкрутим количество ресурсов в этом квадрате, в этом сегменте. Ну, вот и все. То есть каких-то подробностей они не говорят, но специальные облачные технологии были выделены под вот это вот все дело, и они в New World отрабатываются. То есть технология сырая, и они ее тестируют. И как они тестируют, и как это работает, было вот видно как раз-таки на стресс-тесте. Мы поиграли, посмотрели. Не знаю, Вань, ты играл, видел там все это? На стресс-тесте я не играл. Почему? Я объяснял, потому что, ну, блин, у меня пинг. Я не знаю, я на Америке вообще не могу играть. У меня от 130 и выше. И, соответственно, я единственное, что вижу, это какие-то странные телепорты, когда пытаюсь кого-то ударить. Ну, тогда совсем все плохо. Ясно. Да, то есть странная штука. Но давай мы, наверное, будем тогда переходить уже к грядущему тестированию. Давай сразу с датой попробуем определиться. Вот 25 августа, это прямо в наших широтах 25 августа. Или у нас все-таки 26-го, потому что там разница во времени у нас, в общем-то, есть. Ну, я предполагаю, что да. То есть они назвали число 25 августа, это вторник. Это рабочий день. И у нас, и у них, собственно. Естественно, они не будут ставить в рабочий день время там на 12 часов дня. Скорее всего, это будет вечер. И, как правило, вечер это будет либо 8, либо 9 вечера. Они любят на такие даты, на такое время выставлять определенные события. То есть, а если, ну, я сейчас оговорюсь, то есть они официального времени сейчас еще не говорили. Это мои предположения, что, скорее всего, так будет. То есть у нас пока есть только дата, а по времени, ну, наверное, это будет часов 8 вечера. Если так, то для нас это будет уже часов 6 или 7 утра уже 26-го среды. Ну, вот я потому что и говорю, что мне кажется, что если у них 25-е, то у нас 26-е будет. Да, однозначно. То есть, наверное, у них будет 25-е вечера, а у нас тогда уже 26-е утро. Наверное, так. Продлится все это дело 7 дней, насколько мне известно. Единственным работающим до сих пор способом, если вы хотите попасть вообще вот на этот тест, это, собственно, предзаказать игру. Других, насколько мне известно, опять же, нету больше. Да. Ну, предзаказать ее в Steam или на официальном сайте. То есть, ну, смотрите сами. Ну, просто в Steam, насколько мне опять же, опять же, опять же известно, действует региональная скидка и региональная цена есть. Так что... Да, ну, это факт. Да, ну и она, в общем-то, если честно, не сильно дорогая эта игра. Руслан, чего нам ждать от этого теста? Завезут ли нового контента для альфа-тестеров? И чем лучше, вот это главное всего, заняться новичкам в игре, чтобы успеть ознакомиться со всеми аспектами? Чего ждать? Ну, хороший вопрос в том плане, что мы все чего-то ждем, если честно, новенького. Вот все альфа-тестеры мы, во-первых, увидели разницу между альфа-тестом, который закончился 14 или 15 июля, и началом стресс-теста, который прошел через 2 или 3 недели. То есть уже разница в 2-3 недели между одним событием и вторым показала, что они немного обновили и добавили изменений. То есть разница по весу, если кому интересно, 9,5 гигабайт. То есть те, у кого остался клиент от альфа-теста, пришлось докачать патч в 9,5 гигабайт. То есть это очевидны какие-то изменения, правки и так далее. И это было видно. То есть видно, что за 3 недели они внесли какие-то изменения, и это приятно, если честно. То есть они могли выкинуть просто тот билд, который был, да и все. Поэтому ждем плей-теста или превью-ивента, как они сейчас его называют, чтобы посмотреть, что опять-таки они добавили. И если лично мои ожидания, потому как опять-таки они официально ничего не объявляют, каких-то изменений. Они просто говорят, ближе к этому событию мы вам все расскажем. По контенту они вряд ли чего расскажут. Они просто сообщат нам, скорее всего, время и какие-то особенности. Вот и все. Поэтому увидим, поживем-увидим, посмотрим, чего они добавят. Я не думаю, что будет много каких-то кардинальных изменений. И потому как все говорят, что вот, может быть, расширят количество членов гильдии, там не 50, а 100. Ну, честно говоря, я не думаю. То есть, скорее всего, это будут опять-таки правки интерфейса, UI, UX, дизайн там и так далее. Вот это вот все. Может быть, квестов подвезут, потому как люди, которые на стресс-тесте активно играли, заметили, что добавили, например, дополнительных неписей, где-то в скрытых, ну, не в скрытых, а в далеких довольно-таки локациях появились неписи, которые дают квесты. То есть, видно, что они вот в этом направлении двигаются и добавляют в клиент, ну, какого-то больше истории, больше квестов, больше веток квестов. Вот это вот однозначно, наверное, то, что новенького появится. Будет ли оружие, один из популярных вопросов, а подвезут ли новые виды оружия? Честно говоря, я сомневаюсь, серьезно. Потому что оружие нужно тестить, оружие нужно шлифовать. Оружие — это класс, поэтому это все равно, что добавить новый класс в игру. И как он будет работать с другими классами, тоже непонятно. Поэтому, я думаю, вряд ли. Мы не увидим ни оружия, ни маунтов, естественно. Блин. Ни рыбалки и так далее. Давай попробуем дать такую краткое руководство к действию для тех, кто не знаком с игрой. И вот они попадают на тест, на что им прежде всего следует обратить внимание, чтобы ничего не упустить при этом. Да, значит, ну, во-первых, нужно понимать, что это не бета и так далее. Это превью-ивент, как они его называют. И он будет длиться всего 7 дней. То есть, понятное дело, с одной стороны, это хорошо, что они хоть какое-то время дают нам поиграть, посмотреть. Люди заждались, люди бомбили, когда они перенесли релиз, потому что купили, потому что хотели уже играть. Ну и хотя бы вот за недельку спасибо им, поиграем, посмотрим. Люди хотя бы поймут и посмотрят на тот продукт, который они хотели купить. Нужен ли он им или нет, тоже определяться. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что они сами заявляют о том, что это вот определенный билд, который будет видоизменен к весне 2021. То есть, некая сборка, которая вроде бы как и анализировать по ней нельзя, что вот это будет так вот будет выглядеть игра. Вот, концептуально они, конечно, не видоизменят, но, ну, я думаю, много чего добавят. Это первое, что нужно понимать. То есть, прям делать анализ того, что вот нужна она тебе или нет по этому плей-тесту, ну, тоже неправильно на самом-то деле. Вот, с другой стороны, 7 дней, ну, довольно-таки, ну, достаточно поиграть, посмотреть, попробовать. И первое, что я посоветую, это, наверное, особо не торопиться охватить все и сразу, а лучше так равномерно и размеренно, под чаечек, спокойно попробовать, например, все виды оружия, поиграть за каждый класс. Это интересно, он по-своему уникален. Некоторые вот геймплейные фишки каждого класса, они интересны и не встречаются в других мой РПГ. То есть, действительно, классно было бы попробовать, поиграть за каждый. Неважно, любите вы магов или не любите, нравится ли вам играть за лучника или не нравится, поиграйте за каждого, вот серьезно рекомендую от себя. Потому что, ну, во-первых, это не требует там больших усилий, пушки эти падают, по квестам их дают, и вы можете попробовать их в самом начале. И не нужно прокачивать их прям все ветки, все скиллы каждого оружия, не нужно прокачивать, чтобы понять, как оно им играется. То есть, достаточно один-два скилла выучить, чтобы играть им. Поэтому, ну, это рекомендую, это попробуйте. Потом обязательно, конечно же, выполняйте квесты. Есть вот эти вот фракционные PvP, PvE-квесты. И не ленитесь и не бойтесь включать этот самый флаг. То есть, как только у вас появится возможность бегать с поднятым PvP-флагом, обязательно вы включаете. Реально интересней. И раскрывается игра именно в PvP-контенте. Многие жалуются, вот нет там PvP. Ну, конечно, если его не включать и бояться это делать, то вы не встретите игрока, который будет с вами сражаться. Если бегать с этим флагом поднятым, напоминаю, кстати, его включить можно только в городе, а уже с включенным выбежать. Ну, и выключить, соответственно. Да, и выключить там же можно, да. Но, тем не менее, действительно, рекомендую делать именно PvP-квесты. Если даже не делать, то бегать с включенным PvP-флагом. И тогда вы увидите определенные вот эти вот механики, на которые жалуетесь, что их якобы нет. Что касается... Ну, это начальная стадия игры, что вот нужно попробовать оружие, квесты, собрать какие-то сеты. Естественно, если вам нравится крафт, добыча и вот это вот все это, уйдите в крафт на несколько часов. Добывайте различные, ну, виды ресурсов, крафт, там, переделка вот этого всего. Тоже рекомендую. Почему? Я, если честно, больше, наверное, PvP-игрок, чем PvE. Ну, нечто среднее. Но я не люблю монотонную и вот такую вот рутинную добычу и переработку сырья. Серьезно. Я вот не люблю вот эти вот механики. Но в New World меня это все затянуло. То есть как-то оно сделано просто, и от этого как-то вот гениально, наверное. Потому что там нет рутины. Там вот более-менее это все быстро происходит. Ну, конечно, если ты уходишь в топ-грейд какой-то, то там, да, там надо уже много времени уделять добыче и переработке. Но все равно, по сравнению с тем, что я видел в других МРПГ, это небо и земля. То есть то, что здесь, я говорю, много, это в других МРПГшках, это только начальная стадия, скажем так, определенного задротства, наверное, в этом плане. Поэтому, да, это тоже попробуйте. Если говорить об эндгейме, то обязательно участвуйте в войнах. То есть я не знаю, будут ли реализованы и будет ли возможность участвовать в инвейженах, в вторжениях, так скажем. Поэтому, ну, потому что, как я уже сказал, они там не сильно корректно работают. И вот будут ли они включены или нет, большой вопрос. Я бы хотел, чтобы да. Если инвейжены будут работать, то участвуйте и в них. Но, как минимум, будет работать война. В этом участвуйте обязательно. Каждый из вас может посмотреть на карту и увидеть, какие в ближайшее время предстоят сражения. И вы можете зарегистрироваться хоть за одну, хоть за другую сторону. Не важно, в какой вы фракции. То есть там так это работает. То есть вы можете... Ну, как... Нет, точнее важно, но вы можете... Если вы находитесь в третьей фракции, то вы можете поддержать хоть первую, хоть вторую. Ну, скажем так, если вы меня поняли. Вот. Вы можете побежать в форт, зарегистрироваться и, возможно, принять участие в войне, даже если вы не состоите в компании. Вот это первое, что приходит в голову. Может быть, еще что-то вспомню. Ну, и раз мы уже заговорили про хай-энд контент, у тебя есть своя гильдия. И вот сейчас, вот в конце нашего подкаста, в принципе, есть возможность рассказать о ней. То есть чем вы планируете заниматься, за какую фракцию собираетесь играть и, самое главное, как к вам попасть, какие требования и, как ты там говоришь, такое прочее. Да, и такое прочее. Значит, ребят, ну, во-первых, наверное, сейчас самый тот, скажем так, самый подходящий момент, когда я бы хотел поблагодарить, во-первых, всех тех ребят, которые присоединились к нам в течение альфа-теста. Действительно, вот еще один такой неочевидный, может быть, плюс Нью-Олда, это то, что, ну, нашлось очень много людей со схожими интересами, с которыми просто приятно вот проводить время вечерами в игре. Это здорово. Реально много крутых ребят присоединилось. И, да, мы создаем гильдию, она сейчас на стадии формирования, причем будет, исходя из количества людей, явно не один состав. То есть один состав – это 50 человек, а нас там, ну, кратно, явно больше. Вот. Правила простые. У нас все, в принципе, тоже в Дискорде написано. То есть, ну, я не знаю, ссылки будут или нет. Конечно. Вот. Можете все почитать. У нас все просто, все понятно, все лаконично. То есть я там не буду рассказывать. 30 плюс и все такое. Да, 30 плюс в прайм-тайм вечером после работы, если жена разрешит и так далее. Ну, короче. И дети не будут орать. Да, да, да. Вот как-то так. То есть у нас, ребята, все просто. На самом-то деле, просто хорошая компания, поиграть вечером, поизучать в этих 7 дней контент, ну, и попытаться организовать, может быть, какие-то воины. Вот. Как присоединиться? Ну, тоже вроде сказал. Все через Дискорд. И да, всех поблагодарил тоже, ребят. Действительно, спасибо. Очень многие, кстати, тут тоже, может быть, не в тему, но многие говорят, что здорово там контент рассказываю. Ну, то есть благодарят за тот контент, который, ну, мы, я показываем. Тут я еще раз хочу ребятам сказать спасибо, потому что то, что я говорю, это во многом мнение ребят, альфа-тестеров, которые со мной делятся. Они играют за разные классы, они рассказывают об этом всем, а я просто, скажем так, ну, делюсь их мнением с вами. Да, и все. Ну, как-то так. Спасибо Руслану за то, что нашел время для подкаста. Если вы заинтересовались его предложением и хотите вступить в гильдию, ссылка на Дискорд будет в описании к этому видео, равно как и ссылка на его Ютуб-канал. Также приходите на наши стримы. Мы будем стримить MMORPG New World 25-го, ну, или 26-го августа, как только игра станет доступна. Не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, ударить в колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохору. Еще услышемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!